всем привет меня зовут сергей приветствую вас на канале 1серж23 итак давайте в этом ролике я вам расскажу о своем опыте скажем так об опыте что как отдохнуть с пользой если вам пришлось ехать например куда то есть вот мне вот почему пришлось ехать ну я не люблю ездить куда-то скажем так далеко в этом году меня принципе ситуацию пришлось исправить появился пришлось заняться семейным отдыхом это не в том плане что я не люблю отдыхать семьей нет просто пришлось это делать у меня были вообще другие дела другие планы но так совпало что нужно было ехать вот я туда поехал соответственно чем турция мне не интересно я сразу вам скажу почему и почему я не хотел туда ехать мне не интересно функции тогда для моих моем понимании это свинячий образ отдыха то есть когда ты с учетом того сколько за все вот это вот время открыть открыты границ сколько раз вы были в турции есть все это дело проанализируют лучше ничего нового там нет там все одно и то же то есть это но единственно что это конечно полезно для здоровья солнце вода там все остальное а так едете по какой-либо системе там либо по олли по ультр либо еще какой-то системе жратва вполне однообразно во всех отелях без разницы в пойлах херовое если конечно это не ультром люди вот то есть этот как его называется и чё туда вот чё там делать не знаю то есть мне не интересны сам по себе но поскольку ехать нужно сразу встали вопросы то есть во-первых куда ехать в какие отели выбирать а второе это как и называть чё там будут делать вот эти два вопроса которые на меня возникли потому что тупо лежать целыми днями на пляже там загорать у бассейна либо купаться ну не от этого я полезу на стену буквально через пару дней то есть стиль жизни не такой то есть я не привык эти вещи вот мне это не нравится кому-то кто-то от этого придется это не могу сразу скажу вот и так теперь четко что я понимал во первых мне нужен бассейн нужно нужен был отель у которого был бы бассейн олимпийского класса что значит бассейн олимпийского класса в идеале это 50 метров минимум это 25 метров для чего потому что ну собственно говоря нужно заниматься спортом обязательно то есть как без него то есть мне было интересно что я допустим буду нырять буду плавать и поэтому я что с собой соответственно взял и чтобы я взял то есть бассейнов с полтинниками с нормальными мне попалось либо они стоили сумасшедших денег то есть поэтому я поехал в бассейн у которого был четвертым но четвертым это тоже олимпийский класс на нем тоже можно плавать вот поскольку ты знаешь дистанцию то есть все есть разметка в бассейне то есть все в собственно говоря нормально и так вот я при этом я я четко понимал что я приеду в бассейн но в отель у которого есть бассейн с чертым конечно было бы идеально если бы еще был бассейн с чертым допустим закрытый вот это значит что там народу никого не будет все будут гулять на пляже бассейн будет находиться по сути твои свои в тех в распоряжении тех кто приехал не только жрать и валяться вот то есть кто хочет еще какое-то удовольствие собственное получать от этого мероприятия и поэтому что я с собой взял есть поскольку ехал как еще раз говорю в бассейн где был четвертной то есть я взял с собой только зажим и соответственно полумаску все ласты я с собой брать не стал ну разумеется не моно не обычные тренировочные ласты потому что в двадцати пяти метрах груза я тоже брать не стал то есть вообще никаких грузов я не брал если бы я поехал в бассейн полтосом то я бы взял с тренировочные ласты и взял бы допустим груз ну хотя бы двух килограммовый шейн либо двух килограммовый поездки но наверно все-таки шейный вот придумал то есть для того чтобы я мог спокойно поплавать 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 по нары проныры поделать потренироваться и все остальное что нужно четко понимать когда вы находитесь в Урции всем на вас насрать то есть это четко и определенно то есть вы можете как бы это главное чтобы никому не мешали вот и все то есть это у всех вот такое вот требование то есть у всех отдыхающих будет единственное желание чтобы нафиг вас не мешались и поэтому но при этом можно всегда выбрать время когда вы можете совершенно спокойно заниматься как плаванием так и фридайвингом в Турции плавать в Турции если вы пошли поехали в семейный отдых вас маловероятно если вы хотите допустим искать вас интересует погружение исключительно на задержке дыхания найти какой-то развлекательный тур который связан с данными дым отдыха бесполезно то есть я обошел херу вытучу там вот этих вот лавочек агентств все остальное они никто про фридайвинг не слышал хотя в Турции есть кэш город недалеко от себя где очень интересно куда возят дайверов но при этом фридайверов там нету фридайверы это вот объединяются и идут специально в лагерь фридайвинг для фридайвинга то есть вот но это работает с точки зрения объединения вот таким образом то есть а если и это уже отдых совершенно другой то есть это отдых для фридайвинга но например моя половина такой отдых ей нафиг не упал нырять она явно не будет вот ей нужно чтобы время проходило как-то совместно ну поскольку это все таки отпуск поэтому здесь картина сложилась такая что говорю ну фридайверского не было а найти это было невозможно причина прозаички проста ну правильно смысл туркам искать себе приключения на жопу разрешая нырять без акваланга абсолютно неподготовленным спортсменам которых они абсолютно не уверен то есть никто это делает не будет ни по тросу небес то есть им это не нужно это никому не нужно и вам в том числе поэтому дайвинг который они вам могут предложить это только не с инструктором по дайвингу с аквалангами акваланги мне нафиг не интересно то есть это нырять неинтересно вот соответственно дальше все все этот весь фридайвинг будет ограничиваться непосредственно все фридайвинг это погружение в воду проныры на задержке дыхания соответственно но это получается все доступно но для того чтобы было ты пользовался данным данной вещью ты должен владеть следующей технологией то есть у тебя нет ласт нету грузов соответственно есть только зажим гоноса и очки которые кстати великолепно позвонит позволяет плавать брасом даже в штормовые волны в турции приливная штормова приливная волна вот сколько мы там не были там были всегда штормовые волны висели красные флажки но никого это не смущало все прекрасным образом купались и в принципе мне это вот при зажиме для носа и очках позволяла плавать до буйков обратно не взирая на эти волны вот никто меня не останавливал и все было абсолютно нормально и спокойно то есть это все тоже возможно но это нельзя назвать это конечно погружаться в воду соответственно штормовая волна то есть все там дно не видно ни хрена вообще ничего не видно нырять не интересно абсолютно и смысла в этом нет то есть соответственно доступно будет только погружение допустим какие-то в бассейне что можно делать в бассейне бассейне можно делать статику в течение любого времени то есть принципе статику не на пределе то есть так чтобы не пугать там все-таки тоже есть спасатель чтобы их не пугать и не расстраивать соответственно вы можете заниматься где-нибудь там присутствует жены вот или там с кем вы едете и она будет так посматривать и отгонять назойливых спасателей если они будут что-то заподозривать как его называется если вы едете в одиночку можно просто спасателю сказать что я вот здесь вот этим позанимаюсь и все то есть не обращай на меня внимание ну или так посматривать что если уж там в течение получаса голову не поднял ну наверно все пиздец вот можно уже вытаскивать то есть но здесь не надо просто идти я уже снимал ролик на то что как заниматься в одиночку то есть не нужно никаких рекордов ставить вот самое оптимальное это соответственно делать задержку дыхания до первых контракций то есть контракции начались все голову поднял то есть и увеличивать делать просто большое количество подходов до контракции все то есть контракция это позыв на вдох то есть вот позыв на вдох только начался все ты соответственно сразу поднимаешь голову и увеличиваешь постоянно это время получается хорошей тренировкой она абсолютно безопасно она безопасна не для вас и для окружающего спасательного вот и следующий следующая вещь то есть которая вам будет в турции четко доступны это то что 25 метровый бассейн будет абсолютно спокойно с 7 до 9 утра где-то не до 9 конечно до пол девятого до восьми сто процентов то есть никого в бассейне не будет кроме таких же отмороженных как вы которые в семь утра или пол восьмого выходят встают на дорожку и похерачили кролем вместе сбрасывать то есть вот у нас бассейн где был была девочка которая занималась она даже собой шапочку привезла для занятий я с ней правда не разговаривал но я так смотрела она тоже пришла с мужем уж там барахтался в уголке она нарезала круги там проплывала ну по дистанции ну я не знаю километра два проплывала вот то есть я начинал также соответственно с проплыва разминка кролем и либо делал полностью проплыва кролем либо что еще дополнительным тебе позволяет сделать если ты владел дома в бассейне следующим навыком это погружение на пол на на выдохе не на полном выдохе она будет пусть без до выдыхания то есть потому что почему это погружение тебе такой проныр будет 25 метрах спокойно если ты спокойно проныриваешь ты знаешь что ты проныриваешь днфе например ну не в днфе власти например ты проныриваешь полтос на выдохе без не напрягаясь но соответственно после разминки то 25 для тебя проблем не будет пронырнуть на выдохе чисто на днфе то есть без использования всего те не нужны ни груза ни хера ничего не нужно воздух выдохнул ушел спокойно пронырнул все вот вынурнул у бассейна бассейны все короткие если тебе дистанции много вынурнул раньше как по чисто чисто по ощущениям все проныр на выдохе я снимал об этом отдельный ролик это спасательная техника которую в принципе не обучают выходами вот потому что считают ее опасным потому что если студенты начнут у них нырять на выдохе то вероятнее всего количество студентов начнет убывать по мере их утопления вот вся любовь а если вы уже достаточно организованный и самоорганизованный товарищ то в принципе для вас подобные вещи проблем не составляют так что вот все это возможно и принципе этим этой операции я занимался каждое утро то есть выходил поплавал либо кролем вот в течение дня делал статику то есть делал пронырю 20-25 в спокойном режиме по дну на выдохе то есть идешь совершенно классно все без малейших проблем вот так что вот это вот будет вам доступно если вы пошли на семейный отдых вот но при этом вы хотите продолжить не отрываясь от тренировка то есть чтобы продолжить заниматься подготовку себя как для занятия спортом то есть вот таким вот вещами но на море конечно на выдохе нырять не надо ни в коем случае это кончится фигово вероятнее всего вас будет спасать и вероятнее всего не спасут особенно в штормовую погоду то есть плавать там можно попаться можно вот если конечно что в них или носить в охеренно сильный шторм я думаю что там не пусть никого вот такие вот волны там порядка метра абсолютно нормально проходит вот такие вот дела такой личный у меня опыт как можно проводить тренировки совмещая их с семейным отдыхом семейным путешествием как всегда если будет вопросы вопросы можно через почту почту 1серж23собака.ru посмотрите мои предыдущие ролики особенно посмотрите ролик про спасательную технику погружения на выдохе потому что без этого вам это все будет недоступно все что я рассказал вот здесь если вы не умеете нырять на выдохе то соответственно вам останется только тренировки крови мы соответственно можете статьку делает год до контракции все так что вот такие дела будет вопрос как всегда еще раз говорю через почту почта 1серж23собака.ru а так проводите время приятно используя для здоровья в первую голову спасибо за внимание до свидания